Всем привет! Меня зовут Егоров Артем и в этом видео мы с вами разберем задачу о шахматной доске. По условию данной задачи нам на вход поступают координаты двух клеток и нам необходимо вывести слово yes, когда клетки имеют одинаковый цвет. В противном случае мы с вами вводим слово no. И в принципе решение этой задачи сводится к тому, что вам нужно по координатам клетки найти какого она цвета. Но проблема здесь в следующем. Смотрите, координаты клеток у нас вводятся в таком виде. Вначале идет буква, допустим, а, да, и потом идет цифра, как в нашем случае один. А обозначает с собой столбец, а единичка или цифра обозначает с собой строку. И проблема в том, что здесь разный тип данных. Это у нас строка, конкретно один символ, и это у нас число. Так вот, нам было бы проще все это свести к одному типу данных. И мы будем поступать таким образом. Мы будем по букве столбца искать его номер. А соответствие у нас достаточно простое. А это первый столбец будет, B второй, C третий и так далее, H восьмой. То есть мы должны будем написать программу такую, которая букве A ставит соответствие единичку, букве B ставит соответствие двойку и так далее. И буква H нам поставит восьмерку. На текущий момент в курсе мы знаем такие структуры данных, как списки, строки, числа, ну и логический тип. Так вот, для нашего соответствия нам поможет строка. Давайте поясним, каким образом. Для этого перейдем в PyCharm. Я решение буду показывать здесь. Вы, в принципе, можете писать код в Vidal или сразу на степике. Вот здесь ниже, видите, есть консоль питона. И смотрите, что мы можем сделать. Мы можем создать строку. Давайте сделаем побольше. Итак, и в ней просто перечисляем нашу букву, как они встречаются по алфавиту. E, B, C, D, E, F, G, H, да? Мы помним, что строка – это упорядоченный набор символов. Значит, у каждой буквы есть свой порядковый номер. И порядковые номера начинаются с нуля. Вот у буквы A порядковый номер 0. Если мы обращаемся к третьему символу, конечно же, нужно написать к переменной S, да? То мы получим букву D. Вот, давайте мы взглянем на нашу строку. Но нам нужно другое соответствие. Мы должны по букве находить номер. И для этого у строки есть метод find. Смотрите, я передаю ей нашу букву D. И мы получаем, что она находится на порядковой номере 3. Если я передам букву A, мы получим порядковый номер 0. И мы здесь видим небольшое расхождение с тем, что мы хотели. Мы хотели, чтобы A соответствовало 1, B 2, C 3 и так далее. То есть в нашем случае сейчас есть смещение на минус 1. От него можно избавиться таким образом. Мы вот нашу строку давайте переопределим. И просто поставим какой-то эффективный первый элемент. То есть такой буквы, которой у нас вообще в принципе нет. Или символов. Вот я здесь поставил нижнее подчеркивание. И вот теперь, пользуясь методом find и передавая ему букву, я получаю по сути номер столбца. Вот. Столбец H. И это наш последний столбец 8. Итак. Значит. Пользуемся этой переменной S. В ней будут храниться наши символы. И вводим координаты первой ячейки. Давайте сохраним ее в переменной Cords 1. Итак. Это строка. Вот такого вида. Смотрите. Первый символ это буква. Потом цифра. Мы значит можем у нашей переменной Cords 1 получить каждое значение по отдельности. Обращаясь по индексу. Вот давайте запустим. С нашей одной единственной координатой. Итак. Ввожу A1. И вот мы распределили эти значения. Давайте теперь я сохраню в переменную letter. Это значит буквы, да? Корд по индексу 0. И далее. Как мы можем получить номер столбца? Давайте. Для этого мы сохраним его в переменной column 1. Мы получается к нашей строке S. Вызываем метод find. И передаем нашу букву. И также нам нужно с вами получить row 1. То есть это ряд. Мы его получаем по координате 1 по индексу 1. Вот таким вот образом. Но помните, что это у нас тип данных строка. А мы должны с вами все преобразовать в числа. Итак. Теперь мы можем обращаться к ряду. Привычнее вначале именно к рядам обращаться. А потом к колонкам. Запускаем. Вводим A1. Получаем 1.1. Давайте введу A2. Не забываем. Вот этого у нас ряд. Вот это у нас колонка. Первая колонка. Итак. Вводим H1. Значит это первый ряд. Восьмой столбец. H7. Седьмой ряд. Восьмой столбец. Аналогичным образом. То есть копируя вот эти строчки. Только изменяя перемены. У нас смотрите. Есть с вами координаты 2. Мы можем получить и преобразовать в число координаты второй точки. То есть мы с вами создадим letter 2. Это мы уже берем у координаты 2. Вот эту строчку можем продублировать. Колонка 2 у нас находится путем поиска в нашей строке буквы 2. И то же самое ряд 2 мы находим по координате второй. Давайте вот это скопируем и выведем. Итак. Нам теперь нужно вводить уже два значения. Это координата 1.1. И это координата 2.2. И теперь, обладая информацией о координатах ячеек, причем эта информация у нас находится в числах, смотрите, как мы можем легко эту задачу решить. Давайте я чуть-чуть приближу экран. Смотрите. Я расставлю номера наших колонок. Ряды у нас уже пронумерованы. И идея в следующем. Мы можем для каждой ячейки найти сумму ряда и колонки. Ну, например, берем вот эту ячейку, она находится во втором ряду, четвертой колонки, сумма 6. Вот в этой ячейке это 6 и 3, 9. Вот в этой ячейке будет 2, в этой будет 3, 4, 5, 6 и так далее. В этой ячейке мы складываем 2 и единицу будет 3, 4, 5 и так далее. И анализируя эти числа, мы с вами видим, что у черных ячеек четная сумма, а у белых ячеек нечетная сумма. И вот это будет самое простое решение нашей задачи. То есть мы можем записать. Если складываем координаты первой ячейки, мы должны все это взять в скобки, проверяем на кратность 2. Если она четная, то четные это у нас черные ячейки. Соответственно, и сумма второй ячейки тоже должна быть четная. Значит, row 2 плюс column 2 тоже являются четные. Это первое условие, когда у нас ячейки имеют одинаковый цвет. Или, соответственно, мы можем вот это все скопировать, или они обе являются нечетными. Значит, они обе белого цвета. Вот если выполнится вот это условие или вот это условие, то мы выводим yes. Нас устраивает одно из двух. При этом помните, что оператор или работает после оператора end. То есть вот здесь вот, например, можно, конечно же, взять эти два условия в скобки, но и без скобок end будет в первую очередь работать. Поэтому вот эту операцию я не буду в скобки брать. Мы можем положиться на оператор end. А в противном случае мы с вами вводим no. Давайте отформатируем код. И запускаем. Итак, первый тест нам должна выдасть информацию yes. Запускаем второй тест. Выводим информацию no. Отлично. Все правильно. Вот эти принты можно удалить. Давайте я чуть-чуть ниже опущу. И посмотрите на все наши итоговые решения. Давайте его, в принципе, сдадим. И после того, как нашу программу примут, покажу, как его, это условие можно записать покороче. Вот отлично у нас задачу приняли. Ну а теперь давайте его немножко сократим. Идея в чем? По сути, вот здесь вот проверяется на то, что у них одинаковый остаток, равный нулю. А вот здесь проверяется на то, что у них одинаковый остаток, равный единице. И значит, мы просто можем нашу проверку сократить до следующей. Остатки сумм должны совпасть. То есть, смотрите, я удаляю вот эти скобки. Я нахожу остаток первой суммы. Давайте вот так вот сделаю. И нахожу остаток второй суммы. Без каких-либо сравнений. И вот здесь я просто ставлю равно. То есть, меня устроит, когда остатки сумм первой ячейки или второй ячейки просто совпадут. То есть, вот здесь может быть остаток 0. Значит, нас устроит, когда и здесь остаток 0. Если здесь будет остаток 1, то нас устроит только ситуация, когда и здесь будет остаток 1. Вот это условие гораздо короче того, что мы с вами до этого записали. Итак, скопируем его. Давайте нажмем решить вновь. И отправляем. Ну вот, это более простое решение нашей программы. Также обратите внимание, что в нашем решении повторяется очень много строчек одинаковых. То есть, например, вот эти две строчки, поиск буквы и так далее. И по-хорошему, каждое дублирование кода в ваших программах нужно будет устранять. И это можно спокойно сделать через написание функции. Но о функциях мы с вами в дальнейшем поговорим в нашем курсе. Поэтому рефакторить мы здесь не будем. Наше решение на текущий момент изучения курса, оно нас устраивает. Итак, на этом у меня сегодня все. Если у вас остались какие-либо вопросы, оставляйте их в комментариях. И также не забывайте, что вы можете предложить задачу для следующего разбора. Ну а я с вами сегодня прощаюсь. Спасибо вам за просмотр и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok